Настоящие лесные подснежники в Наринмаре. Нарциссы, тундровые маки, озера и ненецкий чум. Все это можно устроить прямо у себя во дворе, что и сделали участники муниципального конкурса на лучшую благоустроенную территорию. Заявок на участие было немного, всего 18, но выбрать самый красивый двор было непросто. И на этой клумбе уже в апреле месяце, несмотря на то, что у нас еще много-много снега, здесь уже есть цветущие подснежники. Настоящий лесной подснежник. Небольшой полисадник у входа на работу – давняя мечта Ирины Петровны. 8 лет назад она привезла из южных регионов луковицы лесного подснежника и размножила на этом участке. С тех пор каждую весну, когда на улице снег и ненастье, вестники весны радуют глаз. И дети маленькие, и взрослые, и мужчины, и женщины. Если я работаю на этой грядке, то все говорят буквально, даже на машине проезжают, останавливаются и говорят большое спасибо. Это очень приятно, да? Приятно очень, что кто-то это видит. Видят красоту. Желание сделать город зеленым и красивым на полисаднике не закончилось. За углом здания мастерица разбила альпийскую горку. Ягель, богульник, ель, рябина и береза только приживаются, но участок заметно преобразился. Раньше здесь стояли мусорные контейнеры. В планах Ирины культивировать еще один участок земли, на котором будут красоваться затейливые коряги. Как показал городской конкурс, на лучшую благоустроенную территорию жители Заполярья за зеленый город. Светлана Николаевна каждый год перед домом разбивает клумбы. Времени требуют, они не так уж и много, конечно, но когда сухо было, очень поливать. А не польешь, они, конечно, начинают погибать. Естественно, выходим вечером, кто чего поливает. Мног поливает свои грядки, а мы с Наташей поливаем, да, я свои грядки, Наташа, цветы. Все у нас дружно вечером все поливаем. Гладиолусы, георгины, петунии, тундровые маки, радиола розовая. Цветов много не бывает, считает Светлана Николаевна. Вместе с дочерью она высадила одних только бархасов – 250 штук. Рассаду для цветов готовит в апреле, высаживает в июне. Помимо клумб, в этом году во дворе появилось и озеро с уточками, и ненецкий чум. Композицию подготовили к городскому конкурсу. В критериях также значились кустовые посадки, деревья, культурные растения. Все 18 участников конкурса условия выполнили, и выбирать лучших было сложно. Уже очень много лет они высаживают цветы, какие-то интересные моменты выкладывают. В общем, с большим юмором, дизайном, творчеством подходят к этому. Когда мы начали проводить конкурс, даже не ждали, оказывается, такого разнообразия цветов и разнообразия растений, которые у нас приживаются уже в городе Наринмаре. Я здесь живу очень давно, с рождения, поэтому я и думаю, что, оказывается, эти растения могут расти у нас в Наринмаре. Победители определили в трёх номинациях – лучший двор, лучшее частное подворье и лучшая благоустроенная общественная территория. Участникам вручили дипломы, а победителям – денежные сертификаты, чтобы в следующем году городские улицы и дворы стали ещё ярче и зеленее.